Выгождание боя Т. Первый, Т. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, двенадцать. Стать военным разведчиком, человеком мужественным, отважным, мечта практически каждого мальчишки. Образу солдата, воспитывав художественных и документальных произведениях, подражают тысячи российских подростков, воспитанных на примерах великих русских полководцев и безымянных героев, былинных богатырей и современных воинов. И замечательно, когда рядом с мальчишками и юношами есть взрослые, опытные люди, готовые свои силы и время посвятить подрастающей смене. В наши дни при многих монастырях и на приходах действуют молодежные коллективы. Три года назад, по благословению игумена Варфоломея, наместника Николу Грешского монастыря, был создан военно-патриотический клуб «Дозор». Инициатива Иродиакона Макария, возглавившего юношеское объединение, не только нашла всецелую поддержку священноначалия, но и явилась современным продолжением летописной истории дома святителя Николая на Угреше. Ведь Угрешская обитель, основанная святым благоверным князем Дмитрием Донским в память о победе на поле Куликовом, является памятником ратному подвигу русского воинства. Испокон веков сложные для России времена поднимались, как один русские богатыри, чтобы, не щадя живота своего, защитить Отечество и веру православную. И сколько бы ни прошло столетий, как бы ни изменился наш мир, всегда были, есть и будут те, у кого чувство Родины долго, не результат длительного воспитательного процесса, а суть их понимания своего места в системе общечеловеческих ценностей. Ну, «Дозор» – это более серьезная вещь, чем игры. Тут уже подготавливается именно к военной службе. Мне с детства очень нравилось военное дело. Я со своими друзьями бегал, играл, а потом вот, когда ходил в монастырь, узнал о Дозоре. Ну, и решил попробовать, почему нет, если есть возможность, тем более, когда нравится. Учить терпению, труду, идти к цели, а не отступать. Духовно, ну, конечно же, тоже есть, ну, мы собираемся, пьем чай, разговариваем о духовном. Каждая тренировка и каждый выезд у нас всегда проходит через молитву. Идея создания клуба, который сплотил бы современных пересветов подросткового возраста, упала на благодатную угрежскую почву. Тем более, что и желающих деятельно приобщиться к многовековой воинской традиции искать не пришлось. Господь сам все управил, собрав юных прихожан угрежской обители и ее насильников вместе на Рязанском подворье монастыря. Там, летом 2013 года, для ребят был организован лагерь отдыха. Именно тогда, вспоминает отец Макарий, мы встретились. Я, мальчишки и винтовка. Я взял эту винтовку, показал им, рассказал о предмете огневой подготовки. И, соответственно, мы свои положенные часы, которые были запланированы в распорядке дня, заложены в нем, в распорядке, мы их очень плотно активировали, наполнили. И после приезда с этого лагеря, с нашего подворья, с Козловки, с Рязанской области, родители, многие родители подошли по отзывам ребят, мальчишек, они подошли и попросили, чтобы мы создали на базе монастыря, создали некий коллектив такой, уже с воинским уклоном, чтобы занимались как раз с ребятами, с подростками. Казалось бы, небольшой эпизод загородного жития-бытия. Естественная мальчишечья готовность пострелять, побегать по лесу, полежать в засаде. А в результате появление дозора. Название дозор, по мнению его родителя, отца Макария, как нельзя лучше передает квинтэссенцию всей деятельности военно-патриотического клуба, изначально взявшего разведывательное направление. У меня возникло сначала спектр. Из-за того, что многогранное, многопрофильное развитие ребенка происходит. Много предметов. Спектр. Ну, спектр хорошо. Вымпел Альфа отметались, потому что не говорило о том, это знаменитое подразделение, поэтому не говорило о том, о сути, о самой. Много других было названий. Но в один какой-то момент просто вот озарение такое произошло. И я воскликнул, говорю, дозор. В силу того, что в подразделении войсковом, вот в войсковой разведке, используются четыре дозора. Дозор. Это головный дозор, это тыловой дозор и два дозора левый и правый. Фланговые дозоры. Или боковые дозоры еще называют. Все. Это и суть. Это и из разведки. И это суть действительно, что это глаза и уши. Дозор – это глаза и уши, да, самого войскового подразделения. Разведчиков. Название отразило совокупность всех направлений деятельности, принципов и задач еще не существовавшего на тот момент клуба. Замысел уже оказался наделен харизмой. И отступать было некуда. Да они, первые дозоровцы и их наставник, и не думали отступать. Взяв направление, начали работать в связке. Когда была готова идейная составляющая, самая главная, основная – замысел, то возник уже, набор, в принципе, произошел, потому что ребята сразу подошли и попросили сразу «мы хотим, мы хотим, мы хотим». То есть, таким образом, группа сама себя уже набрала фактически. И стал вопрос о тренировках. Я в то время был в отъезде из монастыря. В то время это 13-й год, сентябрь. И в октябре, в первых числах октября, мы начали свои первые тренировки. У нас еще на тот момент не было офицера, который преподавал боевую подготовку. Поэтому первоначальные навыки мы разведчикам давали попеременно. Либо нынешний инструктор по рукопашному бою, Сергей Сергеевич Молотков, либо я, основываясь на своем опыте, который мы получили в вооруженных силах. И потом у нас произошло знакомство уже вплотную с разведчиками. И оттуда, соответственно, нам выделили, скажем так. И согласился офицер, чтобы прийти и начать работать с нашими ребятами. Профессионально усилили состав клуба. Занятия по военным дисциплинам теперь шли под руководством опытного инструктора, действующего офицера российской армии. Приобрели для мальчишек форму. Используя символ войсковой разведки, летучую мышь, разработали собственный шеврон. Но главное поняли, что успех любой разведывательной операции, выполнение любого задания базируется в первую очередь на духовном фундаменте. И слова Святого Евангелия нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя. Не утратили свою актуальность. А наоборот, в условиях духовной разобщенности современных людей получили новое звучание. В 2014 году прошли первые занятия учебно-полевой выезд. Был на базу к разведчикам, на полигон. Был выезд. И в этом выезде мы организовали суточный выход в лес. Сначала работали тактикой зачистки помещений. Они отрабатывали одна группа на другую, разделили группу соответственно. В лесу мы организовали базу, ночевку разведчиков, охрану разведгруппы. В общем, организовали жид, быт, как говорят разведчики. И после этого, на следующий день, мы устроили стрельбы со страйкбольным оружием, со страйкбольными приводами. И выехали домой. Это был первый такой опыт разведвыхода в лес. Да, приходилось притираться к друг другу и своему собственному я. Да, порой хотелось отсидеться за компьютером, а не совершать марш-броски. Да, приятнее было бы провести летнее время на морском пляже или на даче, а не подниматься на горный склон, в изнеможении хватая ртом и разреженный воздух. Много чему приходилось, особенно на первых порах, учиться подросткам военно-патриотического клуба «Дозор». Первые тренировки начали проходить, у нас не было спортзала, мы занимались рукопашным боем вообще на улице, вот у нас на территории хозяйственного сектора монастыря. Поэтому потом нам позже уже разрешили заниматься в одной из школ Дзержинского. Мы занимались год, это учебные года, 13-14 год. Нам разрешили заниматься вечерами у них в спортзале. И весь год у нас проходили тренировки по боевой подготовке, то есть работа с оружием, тактика специальная подготовка была, рукопашный бой, ну и немного добавляли, работали с ними по физподготовке. И строевая была. Вот несколько предметов, которые на тот момент были. Сегодня все воспринимается по-иному. Первый выход в горы – знаменитая кавказская плата Лаганаки, которая стала для новоначальных угрешских альпинистов настоящим испытанием на право быть разведчиком. В клубе «Дозор» я занимаюсь уже два с половиной года. Хорошо подружусь с коллективом, мне очень понравилось. По поводу Лаганак началось все сначала с того, где-то в 2015-14 году у нас появился такой предмет, как горная подготовка. И для того, чтобы мы почувствовали эту практику именно в горах, инструкторы придумали такую идею, что нас ввезли в горы, чтобы мы это все почувствовали. Это было место, получается, в Кавказ, плата Лаганаки. Ребята все, получается, первый раз с таким встретились, тяжелые рюкзаки были. Но зато все поняли, что это такое. Всем очень понравились новые эмоции. Поход, получается, у нас в Лаганаке показал нам не только физическую подготовку, нашу проверку, но и взаимодействие команды, сплоченность нашей группы всей. Все препятствия, которые только возможны в горах, оказались на пути группы дозоровцев. Неподъемность рюкзаков – самая легкая из них. Самое тяжелое – отсутствие связи. Вот оно, настоящее техноискушение, когда телефон можно использовать максимум как фотоаппарат. Были и многокилометровые переходы, и дожди, которые делали любое действие в два-три многажды раз сложнее. Холодные ночи в палатках на высоте двух тысяч метров над уровнем моря и наводнения на равнине. В Лаганакских лужах тонули иллюзии и крепчали характеры. Выдержали, вернулись другими. Стратегия у нас была выстроена. Раскладка, питание, снаряжение, основные навыки. Пацаны знали, ребята знали. Но когда мы оказались в реальных условиях, вот одна маленькая или две детали, они вносят такие коррективы, что они в корне могут поменять все наши планы, и в итоге приходится ориентироваться по ситуации. Например, отошли 200 метров, выгрузились, рюкзаки на плечи, отошли 200 метров, хоп, два бойца. Надо разгружать. Разгружать – это значит, кто-то должен взять их груз. А много за спиной было мальчишек? Ну, где-то так на уровне около 20-ки-то было. Да, 20 килограмм. Для пацанов это прилично, да. У отца Макария было больше 40, я скажу сразу. Вот. И вот здесь первая, ну, скажем так, проверка сразу. Так, пацаны, ну вот, все, человек не может нести, да. Нужно раскидывать груз. Кто? И вот насколько было приятно видеть, когда сами, без указания, не так, что вот ты берешь это, ты берешь это, сами подходили и сами разбирали, кто что может. Это был первый опыт. Очень было много вынесено после него суждений, решений, которые повлияли на последующий и учебный процесс, и последующий выезд в горы. Три года – срок небольшой, но для формирования внутреннего стержня Дозоровского коллектива важно. Мы разбираем условные знаки, координаты, ну, и как бы нам дают карту, и мы должны узнать, что какое-то место по определенным знакам, которые мы записываем и заучиваем. А было так, что вы куда-то в лес бросали и так пришлось с карты что-то искать? Было один раз, то есть это была Рязань, была осень, конец осени. Мы поехали на осенних каникулах, приезжаем, ну, и идем в лес. Отец Макарий как бы, ну, говорит то, что он не знает, где мы, дает нам карту. Мы берем компас, ну, и нам показали место, куда нам надо прийти. Там был треугольник нарисован, и после чего была проведена линия, которую мы даже не замечали. После чего мы прикладывали компас и находили по азимуту. Около часа мы нашли это место, и нам дали пять с плюсом за топографию, то, что мы поняли, заучили, и могли дойти. На сегодняшний день Дозор объединяет 25 ребят. В этом году набрана еще одна группа новобранцев. Увеличился и преподавательский состав. В клуб пришли специалист по военно-медицинской подготовке и инструктор по горной подготовке. Согласилась Татьяна Александровна у нас вести военно-медицинскую подготовку. И потом стал вопрос о горной подготовке. Мы очень хотели участвовать в соревнованиях среди православных военно-патриотических клубов, среди именно разведгрупп, которые раз в год зимой, в феврале месяце проводятся в Подольской епархии. Очень хотели участвовать в этих соревнованиях. А там одна из дисциплин как раз была горная подготовка. И мы здесь через духовенство дали клич. И как итог откликнулся центр по экстремальным видам спорта фристайл, здесь у нас в Дзержинском. Пошел навстречу. Закупили все снаряжение для альфинистской подготовки. И, соответственно, нашелся инструктор. С большой буквы. Регулярно проходят военно-полевые выезды на полигон. Развед выхода в лес, в том числе и в ночное время. Стрельбы из трекбольного оружия. В 15-й год у нас подошел, у нас был выезд на неделю. Учебно-полевой выезд в поля, в Рязанскую область, где мы на подворье организовали учебный процесс. И все задачи, которые поставили, перед собой мы полностью все их выполнили. Задачи были и трудные, и сложные, и интересные, что немаловажно. И ребятам очень понравилось. Причем это был март месяц, еще снег лежал. В зимний период нахождение разведгруппы в холодном лесу. Ну и так далее. Отработка всех задач. И топография была, и тактика была. Все эти задачи мы отработали. В еженедельный учебный график включены 10 предметов. 4 теоретических и 6 практических занятий на природе и спортивном зале. В 2014-15 учебном году впервые для воспитанников клуба был проведен тест на право ношения дозоровского шеврона. Тест на физическую выносливость среди разведчиков. И ребята должны были пробежать с автоматом и с РД 3 километра, не выбежать там из 16 минут, допустим. Подкинуться не меньше 16 раз и сделать тест Купера. Вот. И заявка была там на 14 человек, допустим. Но вот сдало конкретное количество участников. Не все прошли. Потому что тест такой уже. Он требует все-таки физической выносливости и подготовки в течение всего учебного года. Второй зачет прошел накануне очередного выезда в горы в апреле 2016 года. 11 ребят, прошедших экзамен на выносливость и качество физической подготовки в сопровождении отца Макари и инструктора по альпинизму Сергея Катачкова поднялись в горы Северного Кавказа. За две недели группа осуществила несколько восхождений. Это была лаборатория под небом. Вот. Весь цельский участок это была лаборатория, где можно было заниматься сразу, далеко не растекаясь, не отходя далеко от базы. Поэтому есть пожелание еще раз туда поехать и в дальнейшем многократно этот район использовать для занятия с дозоровцами и их воспитания вот в данном случае и их характера в первую очередь и во-вторых навыков по альпинизму. Склоны цельского ущелья стали для всех участников выезда еще одним этапом духовного взросления. Периодом переосмысления своего внутреннего мира в проекции на психологическую устойчивость в сложных ситуациях. Каждый подъем на высоту это прежде всего подъем над собственным я. И именно этот урок по мнению руководителя военно-патриотического клуба «Дозор» и радиакона Макария в будущем должен стать для его подопечных надежным фундаментом взрослой жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова